Воскресенье жители села Усово, как и других населенных пунктов Одинцовского округа, начинают на избирательном участке. Кто-то голосует впервые, а кто-то не пропускает ни одни выборы, потому что понимает свое будущее, мы выбираем сами. И в этом непростом деле важен голос каждого. Одинцовцам предстояло выбрать 40 депутатов Совета городского округа, 30 по 6-пятимандатным округам и 10 по партийным спискам. От того, какие решения будут принимать прошедшие в него кандидаты, зависит вектор развития муниципалитета на ближайшие 5 лет. Принимать решения, связанные с бюджетом, с программами развития ЖФХ, культуры, спорта, определяться с градостроительной политикой. Все будущее на ближайшие 5 лет по развитию нашей территории будет зависеть как раз от нового Совета депутатов. Хочется, чтобы здесь были умные, добропорядочные люди, знающие свое дело, свой район, которые любят округ и очень ответственно к нему относятся. Поэтому у нас нет времени на раскачку. Нам хочется сделать много очень хороших, добрых дел. Это должен быть патриот территории, человек, который будет любить свою землю, отстаивать ее интересы, развивать ее. В 8 утра в Одинцовском городском округе открылись 230 избирательных участков. Большинство из них были оборудованы комплексами обработки бюллетеней. Голосование шло максимально открыто. На 221 избирательном участке установлен комплексы автоматической обработки бюллетеней. На 9 участках, на которых КАИБа не были установлены, там идет защита с помощью QR-кодов. За 15 минут до открытия избирательных участков в муниципалитете начала работу мониторинговая группа Совета по правам человека при губернаторе Московской области. Ее представители объехали округ. Серьезных нарушений не выявили, только мелкие недочеты, которые устраняли прямо на местах. Рекордное количество наблюдателей, там порядка 10 человек на каждом участке. Это, конечно, очень здорово. Представлены все политические, скажем так, силы, и институты гражданского общества, и общественная палата, и наблюдатели от партии, наблюдатели от кандидатов. О грубых нарушениях мы не зафиксировали. Появилось несколько сообщений о фактах агитации в день голосования. Намерены сейчас эту информацию проверить. На мой взгляд, избирательная комиссия показала высокий уровень подготовки. Всего же за день выборов в избирательную комиссию поступило 37 жалоб. Они были оперативно отработаны и на результаты выборов не повлияли. На момент окончания голосования явка составила 18,55%. Впрочем, такая активность избирателей – это норма не только для Одинцовского округа, говорит профессор МГИМО Андроник Мигранян. Это общемировой тренд. На таком уровне местных выборов обычно явка бывает не очень высокой. По результатам голосования у партии «Единая Россия» 27 мандатов, 5,2 у КПРФ и ЛДПР соответственно. По одному у «Справедливой России», российской партии пенсионеров за социальную справедливость и «Зеленых». Еще три мандата у самовыдвиженцев. Евгения Августина, Денис Харламов, Станислав Трифонов. Телекомпания Одинцова.